Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, еще раз. Представьтесь, пожалуйста, полностью. Фамилия, имя, отчество? Марченко Александр Павлович. Здравствуйте. Так, начнем. Вспомните, пожалуйста, предвоенные годы. В 1940 год я окончал 6 классов, а в 1900 работал в колхозе. Значит, учился, а в летнее время работал в колхозе. Работал по той причине, что не хватало мужчин. Я хоть и парнишкой был, но мужскую работу частично выполнял в той мире, которая есть. Это было в Синепросковее Буденновского района, Ставропольского края. В 1941 году как раз я окончил 7 классов и началась Великая Отечественная война. Вот, Александр Павлович, пока мы чуть-чуть перейдемся, скажите, пожалуйста, вот до начала войны у Вас само ощущение, что она скоро будет, что-то начнется скоро было? Было такое ощущение. А из чего оно складывалось? Оно складывалось из того, что мобилизация взрослого населения, таких военнообязанных годов происходила. Это было в 1940 и в начале 1941 года. И по газетам я следил все эти войны, война, что-то это было в Польше, присоединение западных районов в России, Прибалтика. И чувствовалось, что напряженно ведется дипломатическая работа нашего государства, чтобы сдержать начало войны. И тогда, когда вот началась война, уже стал вопрос, что это дошло и до нас, чтобы войны не миновать и нам. Что Вы думали о войне в Испании в 1936 году и столкновении с Японией на Халкингофе? Война в Испании меня тоже запомнилась, потому что у моего товарища отец служил в армии. И потом он, товарищ, мне рассказывает, что его направили в Испанию. Там, в детстве, на помощь не только одного его, на помощь республиканскому движению против режима Франка. И он говорил, что отец был летчиком, что на задание вылетали, бьем фашистов, но силы, как говорят, маловаты, того, чтобы сдержать, потому что на помощь Франка пришла и Германия. И поэтому говорил, что не дождемся, когда придет отец. Вообще не обещал он. А потом уже перед началом войны сказал, что отец погиб. Поэтому война эта мне запомнилась очень хорошо. Я представлял, что тем, что к нам в село, уже в город, детей из Испании привозили, распределяли по детским садам, в пилоточках, в галстуках, в красных галстуках. И это ощущалось. А столкновение с Японией? Столкновение с Японией мне тоже запомнилось, что на этом участке фронта, дальневосточного фронта, был знакомый нашего зятя. Он был моложе зятя и был призван туда. И почему запомнилось мне? Потому что зять был моложе на 2 или на 3 года, он не попадал, потому что уже призыв был, частичный призыв, что о возможном начале войны на Дальнем Востоке. Ну, как он рассказывал, после, там война была короткая, но жестокая. Только благодаря сильным краткосрочным методам борьбы, применению больших количеств танковой войск, авиации, самураев там, говорят, быстро усмирили, и они улетали, не опомнись. А вот что вы слышали о войне в Испании? Ой, в Испании, Финляндии, Советско-финская война. Ну, Финляндия хорошо помнится мне. Я учился в шестом классе, потом в седьмом классе. И причина начала войны мне хорошо особенно запомнилась, потому что город Ленинград и Выборг находился на самой границе. И граница проходила там в нескольких десятках километров. И стоял вопрос так. В связи с нарастающей военной обстановкой, не исключено начало войны, и чтобы преждевременно защитить город Ленинград от вражеского нашествия принимались меры просить Финляндию, чтобы она отвела или отдала этот полуостров, на котором находится город Выборг, взамен выделение земли на других участках. Это вот причина мне. И потом, когда Финляндия отказала, были приняты решительные действия, начать военные действия против Финляндии. Ну, война в Финляндии, конечно, была, нельзя сказать, что краткосрочная, но тяжелая для нашего государства. Тяжелая тем, что укрепрайон, линия Меральгейма там была укрепленная сильно. Бездорожье. Наши войска, они во всех случаях использовали лыжи, поэтому, когда велись наступательные операции, просто в снегу погибали многие, и тяжелые танки тоже двигались. Ну, тогда были применены метры использования глубоководных или тяжелых бомб, что линию Меральгейма, как говорит, задавили. Ну, тогда сделали, тогда наступательные действия, действия войск наши улучшились. Ну, оценку давать я не имею права, но оценка, я считаю, государство было правильно. Защитить свои северные границы от будущих врагов. Ясно. Скажите, пожалуйста, как вы узнали о начале войны? Я работал с своим двоюродным братом в Буденновске на благородной бригаде. Мы подрабатывали. И мы были, жил я там у него. Ну, жил, как, там просто краткоременные условия для жития. Кто жил в Буденновске, приезжал туда, а мы жили прямо непосредственно в бригаде. На следующий день мы договорились идти ловить рыбу на буйволу. С утра рыбу идти ловить, вечер в середине дня на скачку. В Буденновске были скачки. Как раз что-то с приездом или Буденова, или что, скачки были. Ну, мы пошли, наверное, часа в четыре, рыбачили, наловили там плотвички. И в 12 часов пришли на скачку. Людей много было. Веселье такое радостное. У всех было настроение. И вдруг на трибуне появляется от горкома партии и сообщил, что сегодня в 4 часа ночи фашистская Германия без объявления войны начала войну против нашего государства. поэтому скачки отменяются. Поэтому скачки отменяются, расходитесь и готовьтесь к худшим вариантам жизни, оборонительным. Но мы когда пришли с невеселым настроением и одну ночь ночевали там, и вот в эту ночь, которую ночевали, мы посмотрели, сразу же войну объявили в 4 часа, а вечером, ночью, по дороге со стороны Левакумки там из Дагестана шли машины уже военные с фарами и такое жуткое такое состояние, что война и уже отзывы здесь есть. А какова была реакция ваших близких? Реакция близких была одна. Как будем жить? О том, чтобы не застегла война, мы не отрицали, что придется левнуть. Реакция была отрицательна еще в том, что один мужчина в нашей семье я жил без отца с матерью, мы жили в село Просковее, я сестра и брат, мать работала и сестра старшая работала, и еще сестра старшая жила в Буденовске. Реакция была, конечно, одна. На второй день сразу же зятя взяли на фронт, мобилизовали. Реакция была дальше такая. Будем жить, как и все. Как будет, так и будет. А что вы думали тогда о начальных причинах? Знаете, я уже имел семь классов образования и прекрасно понимал, что Россия или СССР был лакомый кусочек для всего западного мира. Все стились богатством России. Хлеб, золото, нефть, полезные ископаемые. И знал о том, что основным источником войны является фашистская Германия. Гитлер пришел к власти. Я выписывал Ставропольскую правду, она тогда не Ставропольская, она Ворошиловская правду, и выписывал комсомольскую, пионерскую правду выписывал. Комсомольская не было. И там все вот эти характеристики были, что Германия, которая потерпела поражение во Первой мировой войне, она решила взять реванш. И реванш не только за счет западных государств, но и за счет восточных. И мысль, конечно, у фашистов была первую очередь найти договорные связи с Великобританией и Соединенными Штатами, с Италией, с Италией нет, потому что Италия это была, чтобы совместно начать войну против Советского Союза. А потом, когда у них не получается, Мюнстерское соглашение сделано было, и они отказались, тогда Гитлер решил идти напрямую, чтобы покорить Советский Союз и с помощью материальных средств и людских средств завоевать остальное западное буржуазное государство. Скажите, пожалуйста, вот это мне хорошо представлялось в период, когда началась война. Я это все представлял, за оценку давал себе. Вы слышали саму речь Молотова о 22 июня? Слышал, по радио слышал. Радио, но вы ее слышали уже чуть позже, нет, не позже, ее дубрировали несколько раз, поэтому по радио слушали, радио хоть и... Ясно. А речь Сталина о 3 июля 41-го? Слышал, слышал. Скажите, какое впечатление они на вас произвели? Речь Сталина? Или Молотова? Речь Молотова, ну, конечно, как информационное сообщение, о речи Сталина с таким самочувствием воспринято, что враг напал, враг силен, враг жесток, много придется страдать, биться с врагом, но победа все равно будет за нами. Вот такой мысль, что что бы то ни было, а Россия должна победить, исходя из уроков нашего государства вообще. Ясно. Скажите, пожалуйста, когда и как вы были призваны в действующую армию? Призваны? Призваны. Значит, был призван 14 января 1944 года. Ну, так было, я почему вам сказал с 1943 года. Наш возраст 25-26, 25-й был призван в апреле месяце, в мае месяце, сразу после освобождения, а 26-й возраст был призван, призывался в октябре месяце, в октябре 1943 года. И мы уже все готовы были и пришли в военкомат. Значит, кому надо продиктовали фамилии, такие, 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 такие-то. остаются в резерве ставки Верховного Главного Командования. А те ребята, которых прошли, были призваны сразу. Ну, что это ставка? И нас продержали еще до 14 января. 14 января призвали. Ну, потом, когда мы обменялись мнениями, то получилось, кто окончил не менее 7-8 классов. Всех этих оставили. Ну, часть из них потом пошли в школу, офицерские школы, 5-5 месячные курсы готовили командиров, офицеров и на фронт. Скажите, пожалуйста, а в каких основных операциях вам пришлось участвовать? Крупных? Крупных? Общий призвание, зовите, пожалуйста. Операция одна. В 1945 году мы перешли границу ночью. Переходили границу в районе станции пограничной Приморского военного округа. Впереди по другую сторону был город Дунин. И вот когда мы перешли границу нас самураи встретили сильным огнем. И огонь этот велся из дотов. Доты по всему периметру. Доты укрепленные долговременные укрепленные точки. Была поставлена задача блокировать эти доты. Потому что туда не техника не самолеты но самолеты прилетят а куда что бомбить дот есть дот он накопленный сбоку с этого. И мы я служил в то время 567-м стрелковым полку 7-й 8-м я был во втором отделении а вот тот товарищ который совершил подвиг был в третьем отделении. Была задача блокировать доты во что бы то ни стало дать возможность продвижению наших войск к городу Дунину. Потом простреливалась дорога не давала возможности проходить нашим частям к городу Дунину. И наша рота была дана задача блокировать доты дот в основном гора Подкова так и называлась гора Подкова очень укрепленное сооружение Ну как получилось сначала мы когда перешли границу начали подходить дальше из этой горы Подкова враг открыл сильный огонь со всех видов оружия мы находились от этих дотов примерно километров 3-4 и вот была задача нашей роте блокировать этот дот была дан приказ с танковым пулеметом ручным пулеметом противотанковым оружием открыть оружие то есть открыть огонь по дотам а всем остальным продвигаться так и сделали открыли это ад какой-то конечно был не только наша рота и другие там роты были мы продвинулись когда шли в мертвом пространстве гора и тут низина как мертвый пространство оно плохо пространство и враг мало видел нас и не вел прицельный огонь а потом когда мы начали ближе подвигаться к доту уже к склонам горы там прицельный огонь и прицельный огонь который не давал возможности продвигаться поступил приказ создать группу по блокировке дота чтобы дать возможности остальным взводам продвигаться вот в эту группу вошел один одно наше отделение где служил мой товарищ что эта группа представляла группа саперов станковый пулеметчик и автоматчики он был автоматчиком а фамилия отчества чего фамилия Фирцев Александр Яковлевич я его даже фотокарточку покажу значит дальнейшее продвижение было такое опять же наши залили но станковые пулеметы противотанковые ружья вели огонь по дотам а эта группа продвигалась чтобы ближе к доту и тогда когда уже оставалось там наверное минут метров двадцать ровное пространство было такое которое трудно пройти чтобы тебя не заметили и вот хорошо просматривалась со стороны те товарищи которые были они открыли огонь а этому Фирцеву дали взрывчатое вещество чтобы подложить четыре гранаты и он пошел ползком открывали огонь он ползет потом огонь открыли по тем остальным которые сидели и этих ребят побило они не могли открывать он был уже у самой амбразуры дота и когда приподнялся лес он еще говорит когда полз чеку с одной гранатой вытащил и когда доту полез он бросился на доту и граната взорвалась от взорванной гранаты детонировались остальные гранаты и детонировалось взрывчато это вещество и он на амбразуре был и одну амбразуру закрыл как только закрыл они стрелять прицельные уже огонь и магия только вверх стрелять в это время вся наша рота пошла в атаку и слева и справа и быстро за каких-то 20 минут достигли это дот забросали дальше гранаты на всякий случай для профилактики и тело было там же это наш как он лежал ну когда зашли в дот туда самураю постреляли сами себя много убитых было в доте было человек 15 и вот на этом значит когда мы это сделали огонь прекратился техника наша пошла по дороге в сторону Дунина безопасно никаких просстрелов никаких нет мы к вечеру конечно это мы начали часов в 11 наверное часов в 5 или в 6 закончили эту операцию начали собирать убитых и раненых но это самое неприятное мероприятие потом подошел санитарный батальон специальная группа которая занимается сбором раненых и убитых а мы пошли на дальнейшее продвижение вперед дали отдых нам 4 часа и дальше вот такой вопрос скажите пожалуйста вот в тех операциях в той операции крупной которая участвует в Маньчжурской какой день или события для вас были самыми тяжелыми самый тяжелый это этот день потому что да как говорят ну минутой жизни живешь мы шли вот так во весь рост за родину за Сталина это придавало дух вдохновение идти это самый тяжелый был конечно о том что самураев мы уничтожим у нас не было сомнений но чтобы осуществить это пришлось потерять своих товарищей не всех значит а вот что было для вас и для ваших товарищей источником мужества вы знаете любовь к родину патриотизм как не тяжело было как не тяжело служило а страну свою мы любили любили знали тяжело было государству но одевали нас зима наступает полушубки теплое белье сапоги теплые ватники шапки фуражки кормежка хотя не как говорят нет живота но всегда была голодной никогда не были правда вот когда перешли границу труднее было потому что обозы отстают мы вперед ну дают паек дают паек а что паек сухой паек консервы но выжили выжили самое главное любовь к родине каждый думал что у тебя дома мать отец мы там юнцы были 17-18 летние мать отец кто а тебя здесь думают тебя девают но то что убьют это не один ты и другие погибают значит кому-то надо живой защищай родину свою Александр Павлович ну перечисните пожалуйста основные награды которые вы получили за части в этом боевые значит за эту ну орден отечественной войны и второй степени медаль за отвагу за блокирование вот этого дота медаль за победу над японии медаль за освобождение кореи это вот такие в основном понял ну скажи пожалуйста какая для вас особенно дорога из этих медалей дорога сама медаль за отвагу за отвагу именно операцию да за эту операцию понятно ну давайте вернемся теперь чуть к 41 году в принципе мы еще вернемся к 45 постепенно сейчас вернемся к 41 году вы у нас были в это время на Кавказе скажите пожалуйста как гражданское население в этот период в 41 воспринимало то что Красной Армии приходилось отступать с горечью конечно с горечью я работал в колхозе в то время мать у меня работала в совхозе в Расковейском совхозе брат меньше меня был сеста тоже работала конечно до прихода немцев надежда вся была в том что ну скоро враг будет отступать уходить нам станет легче но тогда когда уже немцы пришли и начали свои порядки устанавливать комендантский сейчас расстрелы сбор еврейского населения сбор активистов всех кто в советской власти комсомольцев коммунистов доклады таких пошлых людей которые кому-то сделать зло докладывали тот коммунист тот комсомолец евреи предавали вот это самый тяжелый такой момент такой момент что желание лучше умереть чем дальше с ними быть в этой обстановке но нас выручало то что как раз я от села недавно бригада была ну там скот был быки там коровы а перед приходом немцев загнали в самый отдаленный туда в сторону очкулака ближе к нефтекумску и была одна дорога на очкулак которая шла и немцы боялись влево право идти куда вот они под одной дорогой едут потому что многие бывшие демобилизованные раненые раненые выздоровели потом раненые другие мужчины пошли в партизанские отряды наверное вы слышали партизанский отряд в Левакумском районе был большой партизанский и вот мы когда первые два месяца мы охраняли этот скот вдали от немцев помогали партизанам приходили забирали скот убивали уносили а потом кто-то предал один предал предал и пришли туда немцы значит многих расстреляли мы домой поубегали и сколько были немцы мы никуда не выходили потому что если выйдешь сразу куда-то заставляют идти работать или машину разлужать или же железную дорогу разлужать под конвоем это самое тяжелое самое и такое впечатление было что никогда не согласимся жить при немцах ну особенно печальная картина была 42-й год жара 30 градусов наши части отступают жарко потные усталые жалко смотреть на них люди выходили продукты им давали в общем некоторые которые больные были оставались ну видимо вести не на чем пусть остается может живой останется но это недолго было потом прошло какое-то немцы пришли к нам в августе месяце ну это января они были да а 10 января помню ну то я знаю вот а потом через какой-то месяц видим наши фашисты что-то зашевелились зашевелились все-таки добрые стали особенно добрые были полицейские из числа казачества некоторых были потом начали говорить что немцы потерпели поражение и терпят поражение под Сталинградом а в чем доброта немцев выражалась что безобидные такие в смысле ну в смысле то они могут шел идешь на работу на работу безо всякого ничего а то никто ничего молчат ничего не говорят даже некоторые начинают вступать в разговор что дескать они не по своей нужде тоже воюют и так далее они по своей нужде убивают а вот такой еще вопрос вы говорили что стране немцев служили казаки кроме казаков вы видели еще какие-либо национальности или отдельные соединения русаков я видел русских то есть много служило на стороне немцев и русских на территории нашего края и казаков я имею ввиду украинцы и русские украинцы и русские ясно и каково вам было общаться с ними не общались мы с ними и они с вами тоже не общались ясно ну скажите пожалуйста продолжим такой вопрос что вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой как раз я в школе учился сейчас трудно вспоминаю вспоминаю как получилось что у нас церковь ломали строительного материала не было церковь ломали вот собрали нас классный руководитель и говорят что ребята не знаем как дальше будет но пока будем учиться что дальше если только Москву возьму то значит нам не придется жить в своем государстве и такой настрой был конечно а потом как-то другое впечатление было как раз в это время было переформирование какого-то подразделения какой-то воинской части и на территории вы про скорее знаете нет немножко на территории школы была площадь большая и казармы свободные классы свободные и вот часть классов под военнослужащие для ночевки для ночлега и вот мы приходили в школу проносили продукты носили своим этим старикам военнослужащим раненые некоторые были но они высказали мысль вы не бойтесь ждите все равно мы победим вот эти слова от солдат который отступал или нас так